Мечта, душой задуманная мысль, Стрелой умчавшейся ввысь, мечта моя, лети! Но не пустой ко мне вернись, Я буду ждать, не торопись, счастливого пути! Роман, роман, любовь, Но очень редко читать нескучно до конца. Любовь, короткая заметка, Но все зависит от чтеца. Будущее, оно всегда к себе манящее, Находится не за горами. Давай испортим настоящее, И будущее будет с нами. Прошлое, прошлое, Ах, неделя моя полуношная, Вся счастливая жизнь позади, Если это и есть мое прошлое, Значит, прошлое все впереди. Трельяж, я расстроен, я расстроен, В профиль нос длиннее, чем думал, А в анфас я лопоухий, Что красив я, только слухи. Влево я смотрю, вы вправо, Вправо вы наоборот. Сам себя беру в облаву, Ах, какой противный рот. Но, ребята, кто тут лишний, Ведь не все вы пустота, И костюмчики никудышные, И рубашечка не та. Кто из вас ненастоящий? Кто здесь я, а кто мираж? Хоть всю жизнь глаза таращи, Не ответит вам трельяж. И берут меня сомнение, Лезет же такая блажь, Может быть, я отражение Тех, кто спрятан за трельяж. Бра, ты при свете спать хотела, Наша маленькая бра, Освещая твое тело, Ночь горела до утра. Но под утро в чем тут дело? Наша бра перегорела. Ты куда-то вдаль глядела, Похудела, побледнела. Я спросил, не заболела? Ты сказала, что здорова. Неужели наша бра, Нам выбрасывать пора? Жалюзи. Свет в окнах комнаты зизи Мешал мне спать. Но жалюзи я опустил. Мои глаза уже не резала слеза. У моего плеча вблизи Тихонько плакала зизи, Не зная только с чем связи, Ведь опустил я жалюзи. На веранде два мустанга Танцевали грустно танго. Капитан второго ранга Выпил манго, Съел трепанго И ушел под воды ганга Рыбок приглашать на танго. Коромыслов. Раскачались два бедра, Расплескались два ведра, Нет ни ведра, Свои мысли ты несешь на коромысли. Ну, еще я вам такие почитаю сейчас, Два проживотных таких вот. Пес. Пес. Отчего так предан пес? И в любви своей бескрайен, Но в глазах всегда вопрос, Любит ли его хозяин? От того, что кто-то сек, От того, что была клетка, От того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, Людям вглядываюсь в лица, Я теперь за всем слежу, Чтоб как пес не ошибиться. Мартышка, Мартышка, малышка, Что чешешь под мышкой, Что попочку чешешь, Затылок и лоб. Скажи, за какие такие делишки За сетку у тебя засадить кто-то смог. С тобой мы похожи, Наивные рожи, И пальцы, И ушки, И глазки, И рот. Чесался б я тоже, Кто знает, Быть может, Все мог сделать, Боже, Наоборот. Ну еще, Я вам, Знаете что, Я вам, Что? Эпиграммы? Ну ладно, Я вам несколько эпиграмм почитаю. Я, Знаете, Те, Мои собственные, Не те, Которые мне приписывают, Не важно. Я вам, Ну и старых таких, Я вам, Когда мы репетировали, Балалайкин, Сергей Иванович Михалков, Который написал замечательную сценаревку, Сидел в зрительном зале, А Олег Павлович Табаков Играл в Балалайкин И снялся в фильме Гори, гори, моя звезда. Вот. В разъяснении слов гораздо больше, Чем в эпиграмме. Эпиграмма такая, Чеканно постует, Речь тверда, У Лёлика, У Табакова, Горит, горит его звезда, На пиджаке у Михалкова. Идархи Александрович Рисанов, Переосмысливая заново Картины Элика и Рязанова, Скажу, Талант его растет, Как и живут. Им нет предела, Но вырывается вперед Его талантливое тело. Зиновий Герд. У него одна нога не сгибается, Он инвалид Великой Отечественной войны. Эпиграма такая, Он необыкновенный Герд, Он сохранил С порыв военный Одну из самых лучших черт, Колено он непреклонен. Мета, Кинорежиссёр, У вас, Как и у всех, Мета, Есть Ахиллесовая пита, Вам Богом было суждено Питою вляпаться В кино. Бубок и Кобица. Вы понимаете, Я совсем не злой человек, Никакой в жизни обидел. Это все талантливые люди. Но эпиграммы есть эпиграммы. Я не буду долго вам разъяснять. Тем более, что это снимается еще по телевидению. Там люди все понимают. Бубок и Кобица. И я, как ты, И я, как ты, Коплю года, Чем вызвал зависть и злорадство. Но сам не верю иногда, Что лишь года твоего богатства. Ну и все. Вот и режиссер Юлий Карасик Снял фильм на дне. Фильм этот, так сказать, Нравится, не нравится. Ну, эпиграмма такая вот. Может, даже несколько рисковатая. Но Карасик меня простил. Коснуться дна хотел Карасик. Нырнул и затонул без звука. Забыв, что горький, Крупный классик. А он Карасик. А не щука. Фарада. Семен Фарада. И к тебе пришла фортуна. Фарада. И ты поешь. Но тебя в моменту уну Не задушишь, не убьешь. Ермольник. Кстати говоря, эту эпиграмму я написал по его заказу. Он мне позвонил по телефону и ему сказал. Артист своих страстей невольник, чтобы овладеть теплом сердец, был даже чайником Ермольник, но унитаз его венец. Ну вот Краморов. Это я прочитал недавно в журнале, связь с экраном, что он сделал себе операцию. Я написал такую эпиграмму, Савелий Краморович, живущий там в Штатах. Теперь он не косит, а смотрит прямо на родину свою, издалека. Не думаю, что стал умнее там он, но мы ценить умели дурака. Ну еще, ну такой штрих к Хазанову. Он, конечно, популярный. В каждой шутке острый ум. Но зачем же кулинарный он закончил технику? Щам не знаем сколько суток. Нет и каши гречневой. И выходит, кроме шуток, жрать пока что нечего. Ну еще, ну такая милая, теперь он милый эпиграмма. Ролан Быков. Ему бы в сборную по баскетболу. Какой-то черт сидит в нем. Бес. Всего-то два вершка от полу, а звезда достает с небес. Ну еще, понимаете, мне приписывается и много на Жене Евтушенко. Знаете, я не собираюсь оправдываться, я его люблю. И потому что он человек, безусловно, интересный и высокоталантливый. Разный. Он человек яркий, он дает возможность его в капусте над ним посмеяться. Так сказать, хотя он очень серьезный человек. Еще-то я ему написал такое. Все равно я люблю Евтушенко. Хоть признаться мне в том нелегко. Если снять с него жирную пенку, там парное еще молоко. Там и вкус есть, и силы, и запах, и всегда его хочется пить. Был он разный на разных этапах, но он есть, и дай бог ему быть. Ну еще я вам, так сказать, странный эпиграмм. Она нам очень понравилась и Еди Савиной. Когда мы снимались в гараже, она и разнесла это, так сказать, всем вам. Я иногда говорю, как вы могли так обидеть артистку? Заменить эту даму с собачки. Я написал так. Все это правда, а не враги. И вовсе не шизофрения. В Крыму гуляли две собаки. Поменьше шпиц, побольше и я. Ну и на себя, на Гафте. В Крыму гуляли две собаки. Все это правда, а не враги. Гафт это точно описал и все размеры указал. Но, милый Валя, вы, однако, все лаете, да на других. А кто же третий-то собака? А благое, что и тех двоих. Ну, хочу, знаете, была так у Джава. Он должен был сегодня выступать. Я не знаю, что, может, придет еще. Но, во всяком случае, он родился 9 мая, в День Победы. Я ему писал такие посвящения, он не знает его. Значит, 9 мая. Но надо же так умудриться, как был продуманно за час, Булат, что в день такой сумел родиться не кто-нибудь, а ты, Булат. И тут не просто совпадение, тут тайный знак судьбы самой. Победы день и день рождения. Бери, Шинель, пошли домой. Ну, еще я вот на смерть Аркадия Садовича Райкина. Когда смеемся мы, он плачет. Под маской мы не видим слез. Нет, он совсем нас не дурачил. Он с нами говорил всерьез. И стало страшным то смешное, чем развлекал нас в тупике Великий шут времен застоя, седую прядью в колпаке. Аплодисменты.